У женщины юбилей. И тут она собирается кучу гостей, а у нее морщина на лбу. Она придет и ведет нейротоксин. А потом уже до следующего юбилея она посчитает нужным почему-то, но это опять же, если мы с ней плохо поработали. Она сочтет, что ей больше эта услуга не нужна и появится в следующий раз, может лет через 10. Но опять же, когда ее подруги будут спрашивать, у кого она делает процедуру, она будет называть не кого-то, а вас. Если вы хотите продать какой-то курс, например, процедур, курс, а вы всегда должны хотите его продать, то говорите, вот сегодня у нас акция, на этой неделе, вот сегодня у нас практически последний день акции, а когда вы придете на следующей неделе, например, она говорит, у меня зарплата на следующей неделе, и вы чудным образом предлагаете, оставьте предоплату. Кто платит за процедуру, кто играет музыку, правда же? Нужно ли ей пойти посоветоваться, попросить покрячить денежку у того, кто ее содержит? Либо она сама принимает решение и сама расплачивается. Тоже супер важный момент. Пациенты, вот, в их же интересах лучше, если бы они понимали о более выгодном построении взаимоотношений именно врач-пациент. Потому что врач несет, что больше ответственности, больше ответственности перед пациентом, нежели перед клиентом. Накопительные скидки. Опять же, чем чаще он к нам ходит, тем больше скидку он получает. Опять же, начать, например, с 3-х процентной скидки, и затем каждый месяц, выше 10-ти процентов, безусловно, не делаем мы скидку, но вот до 10-ти потихоньку-потихоньку мы видим.